Мы приехали в деревню Кдень на белорусско-украинской границе. Здесь живет 96 человек. В аварии была деревня большая, а потом авария случилась. 750 человек была в деревне. Магазин, клуб, детский сад был, медпункт был, КБО было. Вот это бывшая качагарка школы. Когда продавали, тут уже можно было здание купить, мы ее купили. А вот как вы узнали, что авария произошла? Вот они вот рядом. Ишли, а там наши работали хлопцы. Я на работу иду, они говорят, идут оттуда. Я говорю, а что ты пешком? Не на работе. Кажут, атомно взрывает. Объявляли, чтобы детей прятали. Тогда пасмурно было, дождь был. Объявляли по радио, по всем, по рупору, чтобы детей прятали, чтобы на улице меньше бывали. Если Припять отселяли сразу, 26-27 апреля, то деревня в день, только пока все росли, отселяли нас. 4 мая нас деревню только отселяли. Даже 3 мая в деревне, на поле против меня, садили еще картошку. 4 мая уже все езжайте. Тут посели завтракать, паску справлять. Приехали, давайте собирать с вещами. 12 лет было. С сельского совета прошли, сказали, чтобы собирали там узелки для начала. И все, ждали автобусов. Позабирали нас, повезли куда-то, куда-то. А что собирали с собой? Ну что брали? Ну дети как были, брали лохмутки какие-то, одежду. Ну мы сами знаем, что. Что же возьмешь? А что ты возьмешь в автобус? Что ты туда возьмешь? Сказали на 3 дня. Ну не говорили конкретно, что выселяем там на месяц, на два. Сказали, что на 3 дня пока вот это все. Нас же как выселили, так поставили наклейки на хату поделали. И милиция дежурила. Нас первый раз выселили, это под Багин туда, Шкураты, Новый Путь. У нас первый раз туда выселили. А все ж хозяйство здесь осталось. Ну вот родители ночью, тут же милиция, солдаты стояли, не пропускали. Они ночью подпольными путями ходили там траву или сено ложили коровам. Ну потом постепенно уже перевезли туда. Ну тоже временное было пристанище. А нас расстелили по хозяевам, считай, по жилых домах. Считай, две семьи мы у хозяева одних жили. Я шесть месяцев там у хозяйки жил. А у нас такой был председатель хороший, говорят, умер. Коваль. Он говорит, дома не строят, говорят, строят некачественно, давайте мы вернемся своим колхозом. И уже в октябре своим колхозом вернулись в деревню в день. А вот не страшно было возвращаться? А на родину никогда не страшно. Родина есть родина. Когда приехали, что здесь было? Все так же? Ничего, лободал такая. Белорусскую атомную строят, у вас есть какие-то опасения? Или вы... Никаких опасений, строят и слава богу. Ну наука же идет, наверное, уже может не будут таких ошибок допускать, как в Чернобыльском. Переводить надо на более дешевые альтернативные источники. До аварии вы в Чернобыль, там, в Припять ездили? Конечно. А что там делали? Колбасу брали. Вино брали, горелку, колбасу. А там дешевая колбаса, поехал купил. Свинья возили, продали там, все. Там магазин был, у всего-всего. И назад понабираем и все везем. Почти каждые выходные, шестнадцать километров, собрали, кто рубль, кто два, три, пять. И поехали велосипедами. На рубль, два рублядок мороженого, либо надо напешите там. Про мародеров что-нибудь слышали? Пока я отслужу в армии, там уже нечего было красть, там уже все вывезли. Там сама милиция зоновская, блин. Даже у нас где-нибудь возили стенки, да это даже дефицит был. А там припрут сюда. Польскую, немецкую стенку за пару банок самогонки загонят. После аварии там в зоне в Чернобыль, в Припять ездили, нет? Один раз только был и все. А что там делали? Горелку брал. Приезжали люди на кладбище и по своих квартирах ходили. Коммунали. А тут три или четыре назад, после аварии. Туда переходим из Чернобыля автобус и в церкву ездили. После армии я год работал в Чернобыле. А что вы там делали? Ну, полгода сантехником работал, а потом вторые полгода частная фирма стала. Грязные автобусы в 86-м году вытягивали с рядов. Железо это все обдирали и по-новому обшивали, красили. Короче, капитальный ремонт грязных лазов делали. 94-й, 5-й год я работал. В Припяти я тогда, когда работал, я два раза ездил в сам город. Ездили там, так сказать, уголки тырить. Уголки тырить? Да. Это как? Ну, милиция пропускала Зоновская. Сам же город, он на сигнализации проволокой обтянутый был. Договаривались начальники, отключать сигнализацию. Нас туда запустили. Мы обрезали, кучу снесли. Приехал, взял, загрузили. Ну, варить же надо было лазы чем-то. Свариваешь два штуки и потом, вот считай, где у лаза гнылая сама рама, основание. Вот эту гныль вырезали. И с этих уголков доваривали рамы. Это все мы клепали в зоне. В 90-е годы в деревне в день прошла вторая волна отселения. Но уже добровольная. Туда под Гомель уже добровольно поедет. Ну, что-то там не понравилось. Пять или шесть лет пожил и назад вернулся. А что не понравилось? Ну, как сказать. Ну, все-таки здесь же корни. Своё же, но место роднее. Мурочка, ты красавица. Сфотографируйся. Мурка красавица. Мурка хорошая. Ой, хорошая Мурка. У меня вся черненькая. Она красавица у нас. А вот как ваше здоровье? Нормально. Хорошо. Лучше всех. В посадку хожу каждый год. Это что значит? В лесхоз садим посадку. Я каждый год хожу. Я там старше всех. Мне 62 года уже. Не чувствуется, что как-то Чернобыль сказался на вашем здоровье? Нет. Пока нет. Дальше не знаю. Да не только у меня. У меня все. Никто не жалуется. Мы же каждый год медкомиссию проходим на работе. Норма. У нас радиация в организме. Я живу. В ближайший город нам в разы больше радиации, чем в нашей местности. А онкологии в семье ни у кого такого не встречалось? Нет. А как почувствовать? Чернобыль это или не Чернобыль? Или это возрастное? Или может быть образ жизни достаточно здоровый? Люди, которые от нас повыселялись, даже молодые, они у нас на кладбище лежат, привозили их. Моего возраста, даже моложе. Много умерло у нас пока. Чтобы молодые у нас умирали. Такого моего возраста, моложе там, старше, да. Чувствуете ли какую-то помощь от государства? Ничего. Так, как и в чистых зонах. Работай, зарабатывай жизнь. Вы знаете, у меня таких трудностей я никогда не обращалась. Но в случае, если даже за помощью какой-то, ну что-то, где-то как-то, я к Виктору Михайловичу обращалась. Меня никогда не отказывали. Председателя? Да, и в Брагин, и в райисполком обращалась. Я плохого ничего не вижу. Что в их силах, то они помогают. Все проверяли, нас и сейчас проверяют. И на анализе картошку берут, и все вот это берут. Детей, да, оздоровление. Да, это да, есть. Нам не надо, как бы, председатель Буха, он сто лет у нас работает. Михайлович, лучшего нам не найти. Но он уже 26 лет. Пусть я еще 26 лет работаю. Лучшего нам не найти. А диких животных встречаете? У нас тут и живет лошадь Прежевальского. Она, вот буквально неделю назад она была. Вот она приходит, она приходит к нам, вот тут пасется везде, там у нас третикаль, она любит. Потом заходят туда, калитку открывают, там в сарай тут заходят. И она до того уже стала привыкать, что буквально от метра до два за два до руки подходила. Ну красивая, такая красивая. Грилка маленькая такая, куеженькая. Очень красивая. Тут основная работа лесхозы и совхоз, все. Больше работы здесь нет. Ну, кто хочет работать, найдет в Камрине, будет ездить. Можно жить, кто не ленится, можно жить. А что в городах, жалуется, я не буду далеко ходить. Моя невестка, братова жинка, жалуется, вот зарплаты маленькие. Деревню, говорю, едьте, а домов хватает, садите огород, все свое будет. Так нет, это же работать надо. Я тоже с города приехала, я приехала с такими ногтями тоже. А лишь все, я без огорода уже не могу. Сказали, лучше я умру. Так живут на 200 рублей, что и куска хлеба, другой телефон отключены. А в село я не поеду, потому что это же работать надо, я же с города. Мы проверяем все, ничего у нас грязного нет. Констанция приезжает, нас берут все. И молоко, и картошку, все, что на огороде растет, нас все берут и проверяют. Каждый год они приезжают? Да, каждый год. Здесь нормальные условия проживания, я не знаю. Может кому-то и не нравится, нам нормально. Работа рядом, недалеко. Вот как лес начинается, так и работа начинается. Зарплату платят, огород садим. Что еще надо? Живут люди похуже нас. Можно жить. А там один ездит. Хлеб, все, продукты все возят. Нормально. Мы только умираем, наоборот нам хорошо. И тут нам неплохо. У моего сына пятеро деток. У него две машины, комбайн, трактор в Беларуси. Значит хорошо жить, правда? И они все тут живут, да? Да. У дочки два, трое детей. Наши сын уже работает мастером в лесах, работаем инженером, окончил ворковскую академию. А вы знаете, кто хочет жить везде? Кто работает? Кто лениться, нигде не будет. Иди, иди сфотографируй что-то. Подожди, не бойся, не бойся. О, королка у нас есть сельная. Там в сарае свиньи. Малая, о, правильно, гляди, так красивая будешь. Вот парк у меня. Девяносто семь соток. И вот надо благоустроить, почистить, подкосить. Тоже тут усадьба осталась три с половиной сотки. Я оставил тридцать соток и все деревья постил для дочек. Вот это мое увлечение, хобби. Парк ваш, личный? Да. Ну, какой он личный? Ну, это парк всем, какой личный. Куда я, с собой я не возьму его? Никуда. Ага. А почему вот так вот, парк, деревья, для чего? Самое лучшее занятие, я считаю, садить деревья, потому что мы умрем, деревья вечные. А большой парк ваш? Девяносто семь соток, почти гектар. А сколько видов деревьев у вас там? Ой, видов деревьев, наверное, тридцать. Вот. Ели красивее. А вот это кетри европейские. И в Афранковской области в 97 году привез. Такими маленькими. Они были маленькие, сантиметров по 25. Некуда ехать, везде все одинаково. Что тут позакапывали дома, что Алоевский район, позакапывали кругом все. Тут лучшее нема. Тут свои деревья, свои кустарники, поля свои. Тут о чем-то говорится. Куда не едет доля вслед. Какой город? Что я буду на этаже жить? Я вышел свободу простого, природа кругом. Деревья цветочки, воздух чистый. Как говорится в приказке. Деревья привык в болоте. Так же сюда. На родину статянет. Второй раз, когда возвращались. Ну, я не знаю. Мне просто там не понравилось. Не то, что там условия проживания или что. И там же домики Чернобыля. От фонда Чернобыля подавали. Коттеджи, хорошие дома. Ну, вот мне там не нравится жить и все. Хочу домой. Именно домой хотелось? Да. Вот пускай в этом курятнику деревянном буду сидеть. Не надо мне идти к коттеджу, но я дома.